Всем привет, дорогие друзья! В комментариях под роликами часто спрашивают, бывают ли у меня неудачные ремонты. Конечно же, бывают, как и у любого ремонтника. И сегодня решил показать три конкретных примера с техникой, которую мне не удалось восстановить. Начнем, пожалуй, с зеркальной камеры Nikon. Типичный случай после хорошего купания техники. Проблемы с камерой такие. Объектив не фокусируется. Затвор спускается только в ручном режиме работы фокусировки. Кроме этого, снимки не сохраняются. Даже не демонстрируются после съемки. И еще постоянно мигает сообщение о необходимости настройки часов. Сброс системных настроек не решает проблемы. Как я уже упомянул, проблемы с камерой появились после залития. Давайте посмотрим, что конкретно пострадало. С объективом все более-менее понятно без разборки. В нем применен ультразвуковой двигатель, который после попадания в него жидкости требует замены. По крайней мере, у меня не получалось его восстановить. Двигатель можно приобрести на Алиэкспресс. Примерно от 900 рублей. Это будет, скорее всего, БУ-двигатель. И может быть даже исправный. Если хорошо повезет. Давайте смотреть, что с самой камерой. А потом уже решим, стоит ли заказывать двигатель. Разбираю корпус. Выкручиваю винты. И извлекаю заднюю панель с дисплеем. Это шлейф задней панели. На нем уже видны характерные белые следы окислов. А это главная плата. Вся в ржавчине. Включая электронные компоненты. Это зрелище не очень обнадеживающее. По-настоящему удивляет то, что камера вообще включалась. Продолжаю разборку. На других шлейфах тоже имеются следы окислов. В том числе на контактах. И возможно, некоторые из них уже требуют восстановления. С обратной стороны, плата также имеет следы коррозии. Жидкость проникла буквально во все компоненты камеры. На плату матрицы и на платы питания. Но и это не все. Следы залития даже на шлейфе управления двигателем затвора. И на шторках самого затвора. И я отказался от затеи восстанавливать такой аппарат. Можно, конечно, все это попробовать очистить. Но для этого придется разобрать всю камеру буквально до последнего винтика. Нужно очищать и восстанавливать все платы. Контакты шлейфов. И даже не представляю, что делать с матрицей. Необходимо разобрать и прочистить все механизмы. Привод диафрагмы. Затвора. Вспышку. И так далее. На это уйдут часы рабочего времени. Если камеру и удаст восстановить, то никто не может гарантировать, сколько она еще проработает. Поэтому, как правило, на залитые аппараты не дают послеремонтную гарантию. Владельцу целесообразнее будет приобрести новую зеркалку. А лучше даже БУ. Судя по условиям эксплуатации, проработают они одинаково долго. Вот такой неудачный ремонт. Не фартануло, как говорится. Переходим к следующему ремонту. Это мой клеевый пистолет. Однажды он пшикнул, и теперь просто не нагревается. Куплен он был в фикс прайсе. Проработал несколько лет. Поэтому его не особо-то и жалко. Но для интереса попробуем восстановить. Для начала разберем. Выкручиваю винты и располаниваю корпус. Похоже, что просто-напросто оторвался проводок от нагревательного элемента. Припаиваю провода и заодно изолирую термоусадкой, чтобы не было случайного короткого замыкания. Перед сборкой корпуса проверяю результат. Подключаю кабель питания. Отлично. Думаю, на этом эксперимент завершен. Переходим к следующему ремонту. Принесли телевизор изуми с дефектом белый экран. На кнопки он никак не реагирует. При током дефекте в первую очередь стоит проверить состояние кондерчиков блока питания. Нет ли вспухших. Судя по отклеенному герметику, их здесь уже меняли. Следующим шагом стоит проверить наличие напряжений 5 и 3,3 вольта на главной плате. Они должны присутствовать на этих контрольных точках. 5 вольт есть, 3,3 вольта нет. Это напряжение должен вырабатывать данный стабилизатор, который уже кем-то паялся, судя по следам флюса. Выпаял стабилизатор и перед установкой нового прозвонил контакты. Оказалось, что по линии 3,3 короткое замыкание. При подаче напряжения от лабораторника на эту линию нагревается процессор. Отсюда сделал вывод, что процессор неисправен. Для уверенности выпаял его. И мое предположение подтвердилось, потому что короткое замыкание ушло. Процессор требует замены. Заказал пару новых микросхем на Алиэкспресс. Впаял одну и заметил, что как бы я ее не выравнивал, все равно какие-то из выводов оказались перекошенными относительно монтажных контактов платы. Уже не в первый раз замечу подобное с китайскими микросхемами. Но не исключаю, что дело в моих кривых руках. Все выводы микросхемы пропаял и проверил пайку под микроскопом. Даже прозвонил выводы между собой. Проблем конкретно с пайкой нет. Установил плату на место. Подключил дисплей и обнаружил такую картину. Телевизор включается. Изображение есть, но очень бледное. Прошивка телевизора проблему не решает. Впаял вторую новую микросхему, которая у меня осталась. Даже смог ее выровнять при пайке. Также пропаял все выводы. Проверил все под микроскопом. Проблем с пайкой точно нет. Проверял работу, но после подключения дисплея изображения вообще нет. Думаю, что дело в бракованных процессорах. Но проверять это и перезаказывать микросхемы уже не стал. Так как телевизор и так находится у меня в ремонте месяца три. Поэтому вернул его без ремонта и без заплаты проделанных работ. Так как неудобность восстановить аппарат. Это был последний на сегодня неудачный ремонт. Возможно в будущем продолжу данную тему, если вам она понравилась. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.